Первый всероссийский конгресс под названием «Иммунобиологический щит России» прошел 16 ноября в Москве. Он был организован Национальной ассоциацией специалистов по контролю инфекций, Союзом педиатров России, Евразиатским обществом по инфекционным болезням, Российским агентством медико-социальной информации АМИ и издательским домом FF Media. Говоря о национальной политике в области иммунопрофилактики, министр здравоохранения России Вероника Скворцова отметила фундаментальную и глобальную проблему стирания границ между инфекционной и неинфекционной патологией, пояснив, что многие соматические заболевания определяются микробиомом человека. Что касается успехов в вакцинопрофилактике в России, то по одному только гриппу заболеваемость за последние 10 лет снизилась в нашей стране более чем в 10 раз. Вероника Скворцова сообщила также о расширении национального календаря прививок двумя новыми вакцинами – от ротовирусной инфекции и от ветряной оспы. Подробнее об этом рассказал журналистам заместитель министра. Это один из самых полных календарей, один из самых лучших календарей. И мы сейчас рассматриваем вопросы расширения календаря, добавляя туда, возможно, вакцины еще против двух инфекций, от ротовирусной инфекции и ветряная оспа. В 17-е годы как раз на проработку, и уже вопрос о расширении будет стоять либо в конце 17-го, либо в конце 17-го. Большим достижением российских иммунобиологов были представлены и в начале этого года Всемирной организацией здравоохранения две российские вакцины от новой глобальной инфекционной угрозы – лихорадки Эбола. Одна из них разработана Новосибирским государственным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», а вторая – институтом Гамалеи. Регистрация любого препарата говорит о том, что это уже лекарственный препарат, разрешенный к применению, потому что он является качественным, безопасным и эффективным. Это три критерия, по которым регистрируется препарат. Конгресс завершился круглым столом, участники которого обсуждали вопросы взаимодействия со средствами массовой информации как с рычагом формирования позитивного отношения к вакцинации среди населения. Продолжение следует...